Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Далматова, и в этом выпуске я расскажу вам о книге Стивена Чбоски «Воображаемый друг». Стивен Чбоски – американский писатель, сценарист, режиссер, прежде всего известный по фильму «Хорошо быть тихоней». Это экранизация его романа, который в первые же дни разлетелся по всему миру тиражом в 5 миллионов экземпляров и около двух лет был в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». «Воображаемый друг» – это второй роман автора. Здесь рассказывается история семилетнего мальчика по имени Кристофер, который слышит таинственный голос. «Это мне снится», – так подумал мальчуган, проснувшись от толчка, когда старенький форд-универсал наехал на лежачего полицейского. Щурясь от солнечного света, он вглядывался в платную дорогу на Огайо. Августовская жара накатывала волнами, как вода в бассейне, куда его однажды свозила мама, сэкономив на обедах. Полтора кило сбросила, хвалилась она и подмигивала. Счастливый тогда выдался денек. Он потер усталые глаза и распрямил спину. Когда за рулем была мама, он обожал ездить на переднем сиденье. Машина превращалась в привилегированный клуб. Особый клуб, где состояли только он сам, и это стройная красавица, освещенная лучами восходящего солнца. Глаз не оторвать. «Утро-то какое, а?» – шепнула мама. Мальчик терпеть не мог утренние часы, а мама обожала, поэтому он тоже полюбовался. «Ага, мама отличная». Теперь он всегда говорил ей «мама» или «мам». Три года назад она запретила ему называть ее мамулей. Сказала, что так говорят только младенцы, а ей совершенно не хочется, чтобы ее сын застрял в младенцах. Иногда она просила показать бицепсы, и он напрягал тощие ручонки, чтобы хоть чуть-чуть проступили мускулы. Силен, как папа на той рождественской фотке, на единственной сохранившейся. «Есть хочешь, солнце?» – спросила мама, и он кивнул. «Сейчас проедем платный участок и прямо за границей штата сделаем остановку. Точно помню, там есть закусочная. А блинчики с шоколадной крошкой можно заказать?» Блинчики с шоколадной крошкой полюбились Кристоферу еще в Портленде два года назад. Под их городской квартирой находилась какая-то забегаловка, и повар всегда угощал их блинчиками с шоколадной крошкой. Потом были Денвер и Мичган, но в память врезались те самые блинчики и добрый повар, который их выпекал. В ту пору Кристофер подумать не мог, что дядьки, папа, конечно, не в счет, бывают добрыми. «Если блинчиков нам не подадут, закажем простые, а для посыпки купим пачку ММДЭМС». Договорились?» Мальчик забеспокоился. Никогда еще мама ничего подобного не предлагала, даже при переездах. Когда им приходилось перебираться на новое место, мама всегда чувствовала себя виноватой. Но и в самые виноватые дни она твердила, что шоколад на завтрак не едят. И стояла на своем, хотя сама на завтрак пила шоколадный коктейль для снижения веса. «Нет-нет, эти коктейли шоколадом не считаются. Сколько можно повторять?» Договорились, улыбнулся он и понадеялся, что это не одноразовая поблажка. На подъезде к шлагбауму мальчик выглянул в окно. Движение транспорта замедлилось. На дороге стояли скорая помощь и легковушка. Врач скорой помощи бинтовал окровавленную голову какого-то мужчины. Тот, судя по всему, разбил лоб и лишился пары зубов. Проехав чуть дальше, Кристофер с мамой увидели, что на капоте легковушки лежит олень. Один рог пробил ветровое стекло и застрял. Оленьи глаза были широко распахнуты, а сам олень вырывался и дергался, словно еще не понял, что умирает. «Не смотри», – велела мама. «Не буду», – сказал он и отвел глаза. Мама не разрешала ему смотреть на плохое. Он за всю жизнь осмотрелся на плохое сполна, в особенности после папиной смерти. Мальчик отвел глаза и начал изучать в зеркале мамины волосы, выбившиеся из-под косынки. Мама, правда, называла ее «банданой», но мальчику больше нравилась косынка. Такие он видел в старых фильмах, которые они смотрели по пятницам. Он разглядывал в зеркале мамины волосы, а заодно и свои собственные, каштановые, как у папы, на единственной фотографии, сделанной под Рождество. Папу он помнил смутно, даже голос его забыл. Припоминал разве что пропавшую табаком рубашку да запах крема для бритья. Вот и все. И ничего про папу не знал, но предполагал, что тот был великаном, как все отцы великаны. «Мам», – позвал мальчик, – «все в порядке». Она изобразила веселую улыбку, а на лице застыл страх. Все тот же, что и восемь часов назад, когда она разбудила его среди ночи и велела собираться. «Быстрее», – шепнула она. Мальчик послушался. Все свое имущество побросал в спальный мешок. На цыпочках вышел в гостиную и увидел Джерри, который отключился на диване. Внезапно Джерри потер глаза. На пальцах синели наколки. Он почти проснулся, но нет. И пока Джерри не очухался, они с мамой добежали до машины. Там была припрятана заначка. Все остальное отобрал Джерри. Под покром темноты они уехали. Целый час мама больше смотрела в зеркало заднего вида, чем на дорогу. «Мам, а он нас не найдет?» – спросил мальчик. «Нет». Мальчик поднял глаза на мать. В утреннем свете до него наконец-то дошло, что щека у нее красный не отрумян. И на него снова нахлынуло знакомое предчувствие. Он повторил его одними губами. «Все у тебя получится». Так звучало его обещание. Глядя на маму, он думал, «Я не дам тебя в обиду». Когда он был еще совсем мелким и никчемным, такое обещание ничего не стоило. Но теперь-то он повзрослел, и руки у него не всегда будут тощими и хилыми. Он начнет отжиматься. Ради нее накачает мускулы. Он станет ее защитником вместо папы. «Все у тебя получится. Защищай маму. Ты – мужчина в доме». За окном проплывал старый придорожный щит в форме краеугольного камня. Выцветшая надпись гласила «Пенсивальнее у тебя есть друг». Наверное, мать была права. На этот раз, быть может, все срастется. Для них это уже третий штат за последние два года. Быть может, все сложится хорошо. Но в любом случае он не подкачает. Кристоферу было семь с половиной лет. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Всем любителям Стивена Кинга советую к прочтению. Очень интересный и необычный сюжет. В новом городе, в новой школе Кристофер не одинок. Он слышит голос друга. Славный человек, воображаемый друг, увлекает его за собой в лес миссии, где в преддверии Рождества мальчику предстоит построить домик на дереве и открыть вход в воображаемый мир. Очень понравилась концовка, где все круто перевернулось. Когда ты подходишь уже к развязке всей этой истории, то просто не можешь оторваться и впитываешь голову за головой. В общем, лично мое мнение, эта книга шикарна, и я ее буду советовать прочитать всем своим друзьям и знакомым. Таинственная и яркая история от Стивена Чбоски. Вопросов в голове больше после прочтения много, эмоций и впечатлений еще больше. Прочитала на одном дыхании, и знаете, мне мало. Хочу еще раз перечитать и заново погрузиться в сюжет. В общем, сложно объяснить, вы должны испытать это сами. Совершенно неожиданно наткнулась на эту книгу и не пожалела. Уж очень мне нравится роман данного автора «Хорошо быть тихоней», и решилась осилить эту книгу. Шокировала меня книга тем, что, как я считаю, главной мыслью является то, что врагом может оказаться тот человек, которому ты доверяешь, которого любишь и отдаешь ему сердце во имя дружбы. И это действительно страшно. Очень рекомендую к прочтению. Обязательно найдете для себя что-то свое в этих чудесных страницах. Спасибо, Стивену Чбоски. Еще неделю не прошло после их переезда в Пенсильванию, как это случилось. Мать Кристофера объяснила, почему и выбор пал на Милгроу. Здесь, в этом уютном, спокойном городке, имелась прекрасная начальная школа. Но Кристоферу невольно подумалось, что маму скорее привлекло местоположение. Городок был словно отрезан от мира. Всего одна дорога на въезд и одна на выезд. Кругом леса, знакомых никого. А раз их тут никто не знает, то и Джерри до них не доберется. Милгроу в надежное убежище. Теперь маме оставалось только найти работу. На глазах у Кристофера по утрам она прихорашивалась, мазала губы, шикарно зачесывала волосы. Сейчас он смотрел, как мама надевает стильные интеллигентные очки и сокрушается на счет дыры с правой стороны. Единственный пригодный для собеседования блейсер лопнул не по шву, а по ткани, под проймой. Нужно было хотя бы прихватить края дыры булавкой. Кристофер доедал разноцветные кукурузные колечки фрут-лупс, свой любимый завтрак. Первым делом они с мамой собирались доехать в городскую библиотеку, чтобы взять для него книжку дня. Он будет читать, а мама тем временем просматривает газетное объявление, а найми на работу. Книжкой дня он расплачивался за фрут-лупс. Прочел книжку, вызобрел словарные слова, будет тебе фрут-лупс. Поленился, будет тебе овсянка, что еще хуже. Так что в твоих интересах проштудировать эту книгу солнца. Мама брала на заметку несколько обнадеживающих вариантов, после чего они снова садились в машину и разъезжали по собеседованиям. Кристоферу говорилось, что им лучше покататься вместе, получится как бы приключение для двоих. Мама объясняла, что старенький форт это сухопутная акула, которая наведет их на жирную добычу. На самом-то деле у них просто не было денег, чтобы вызвать няню. Но Кристофер не переживал, с мамой все равно лучше. Так что поехали они на сухопутную рыбалку, а по дороге мама проверяла, как он выучил столицы штатов, и как справляется с решением примеров, и как усвоил словарные слова. В Милгроуф отличная начальная школа, компьютеры, все дела, во втором классе тебе понравятся. Везде, куда заносила их жизнь, мать Кристофера выискивал хорошие общеобразовательные школы, как другие мамы выискивают дешевую газировку. А в этот раз сказала, что школа будет прямо-таки самая лучшая. Мотель находился в микрорайоне самой лучшей школы. Мама обещала каждый день, пока они не разживутся деньгами на квартиру, подвозить Кристофера на уроки, чтобы ребята не дразнили его бомжом. Говорила, что сама не получила образование, так пусть хотя бы он выучится. Ничего, что сейчас учения даются ему с трудом, во втором классе с математикой будет полегче. Все его старания окупятся, да и буквы переставлять при чтении он больше не будет. Кристофер улыбался и верил ее словам, потому что мама верила в него. Перед каждым собеседованием она влюблялась в раздумья, повторяла заповеди, вычинтанные в руководствах по саморазвитию. Надеялась поверить еще и в себя. «Здесь готова тебя полюбить. Годится тебе такая работа или нет, будешь решать ты сама, а не они». Когда мама в конце концов набиралась храбрости, они вместе заходили в здание. Кристофер оставался ждать в приемной и по маминой указке читал книгу. Но буквы скакались с места на место, мысли блуждали, на ум приходили старые приятели. Он скучал по Мичигану. Каба Ниджерри, никуда бы оттуда не сдвинулся. Ребята там не злые, народ живет бедно, никто не выделяется. А его лучший друг Ленни Лунатик Кордиско, тот вообще приколист. Как увидит в общинном католическом центре монахиню, так штаны спускает. Интересно подумал Кристофер. Чем сейчас занимается Ленни? Наверняка получает очередной нагонять сестры Жаклин. После собеседования мать Кристофера выходила как водоопущенная. И это доказывало, что на самом-то деле от нее ничего не зависит. Вовсе не она решала, годится ей такая работа или нет. Но делать было нечего. Они возвращались к машине и готовились к следующему заходу. Этот мир, говорила мама, так и норовит у человека что-нибудь отнять. Но свою гордость приходилось отдавать добровольно. На шестой день его мать припарковалась в центре города и вытащила свой проверенный бумажный пакет с надписью «Неисправен». Нацепила его на паркомат и сказала Кристоферу, что воровать плохо, но мухлевать с парковкой еще хуже. Дай срок, она поправит дела и загладит свою вину перед миром. Обычно Кристоферу приходилось томиться в приемной и читать книжку. Но на шестой день в придорожной забегаловке напротив обедали шериф и его заместитель. Мама обратилась к ним с вопросом, побудут ли они еще там немного. Оба взяли под козырек и пообещали не спускать глаз с ее парнишки. Так что в качестве награды за усердие в чтении мама отпустила Кристофера погулять в скверике, а сама отправилась на собеседование в дом престарелых. На взгляд Кристофера дом престарелых назывался вроде как «Тнеид сны, но сны». Тенистые сосны поправила мама, если что, зови шерифа. Кристофер побежал в сторону качелей. Под сиденьем ползала маленькая гусеница. Понятно, что Леня раздавил бы ее тут же. Но Кристофер видеть не мог, как убивает мелкую живность. Прихватив гусеницу листиком, он отнес ее в прохладное и безопасное место под дерево, а сам вернулся к качелям и притянул к себе доску. Допустим, мускулатуру он еще не нарастил, но запрыгнуть мог куда хочешь. Воображаемый друг увлекает его в лес миссии на шесть дней, где в преддверии Рождества мальчику предстоит построить домик на дереве и открыть вход в тайный воображаемый мир. Представьте, за пределами городка лежит иной воображаемый мир, где живет друг, готовый помочь. Но рано или поздно ему потребуется помощь. Что вы будете делать тогда? Узнать о том, как развивается эта история и чем она заканчивается, можно только прочитав книгу. А найдете вы ее в секторе мобильного обслуживания Дворца книги. А если вы читали триллер Стивенович Боски «Воображаемый друг», делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова